Либо по дороге, либо по грязи. Жители в районе четвертой площадки ежедневно должны делать выбор или сильно запачкать обувь, или же вообще рисковать жизнью и выходить на проезжую часть, где то и дело проезжают не только легковые авто, но также и большие грузы. Если пока стоит солнечная погода, пройти еще можно, то после дождей здесь вообще каша, говорят люди. А ведь еще нужно как-то детей в школу чистыми довезти. Ну вот сейчас в данный момент, да, вот подсохло, здесь можно ходить. А когда здесь машина, вот здесь все делаю, строительство, то обходим вот так дороги. А когда дождь пройдет, тут вообще как-то можно пройти или сильно заливать? Сильно, тут грязь. Причем ситуация в этом районе повторяется. Когда здесь строили крытый каток, люди также столкнулись с проблемой отсутствия пешеходной дорожки. Объекты расположены напротив друг друга, но теперь все вынуждены переходить на тротуар в восток арены. Правда, для этого приходится делать крюк. Да, у нас переход, да, переход далековато, конечно, вот, в основном мы переходим и туда пошли. Ну, грязно, конечно. С этой проблемой мы обратились в администрацию города, где нам сообщили, на время строительства здесь будет часто ездить техника, а значит и наезжать на пешеходную дорожку, если ее сейчас постелить. Возможно, выходом из ситуации стало бы создание хотя бы временного тротуара в виде обычных досок. Однако, в мэрии отметили, данная территория прилегает к частной собственности, поэтому следить за всем этим должен также владелец. Следовательно, и вопросы к нему. Только вот до поиска ли собственника местным жителям, так что, скорее всего, придется им ждать окончания работ. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, телекомпания КАНС, 5 канал.